МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Мы обсуждаем самые важные коммунальные вопросы. Отвечаем на них и оказываем реальную поддержку. Если вы столкнулись с произволом, цинизмом и беззаконием в сфере ЖКХ, мы научим, поможем и объясним, как не растеряться и разрешить возникшие трудности правильно. Включайтесь в эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». «Совет моего дома» решит проблемы вашего. О самых наболевших коммунальных темах мы говорим на страницах в социальных сетях. И вот один из самых популярных вопросов. Могу ли я произвести прерасчет за некачественно предоставленную коммунальную услугу? Здесь, наверное, самым важным моментом будет являться именно фиксация факта некачественного предоставления соответствующей коммунальной услуги. По одной простой причине – если вы не зафиксируете нарушение, соответственно, нарушения не было. И если у вас по какой-то причине не соответствует горячая вода, например, с соответствующим требованиям, вам необходимо обратиться в вашу управляющую компанию, это может быть письменно или устно, с заявлением, что у вас не соответствует коммунальная услуга с соответствующим параметром. Управляющая компания должна прийти и зафиксировать этот факт, и, соответственно, устранить его. Периодом непредоставления коммунальной услуги надлежащего качества является именно момент фиксации и до момента устранения, который также должен быть зафиксирован актом. Соответственно, по факту фиксации некачественной оказанной услуги вы предоставляете соответствующие документы в ваш расчетный отдел, там управляющую компанию, ТСЖ, прислужившую сонабжающую организацию, и, соответственно, можете произвести перерасчет, то есть уменьшить плату за предоставленную коммунальную услугу. Существенная экономия времени и долгожданный комфорт. Еще несколько месяцев назад путь к подъездам 63-го дома Пафадеева нельзя было назвать безопасным. Жильцы многоквартирного дома написали обращение в социальные сети с просьбой починить внутриквартальный проезд. Сейчас подходы к дому и социально значимым объектам стали гораздо удобнее. Как проходило благоустройство, расскажем в нашем следующем сюжете. Бег с препятствиями и прыжки в длину до подъезда. Такими помнит дорожки к 63-му дома Пафадеева Елена Коваленко. Здесь она проживает уже более 15 лет. Все эти годы мечтала о ровном дорожном покрытии, удобных парковочных местах и подходах к социально значимым объектам. Было время, вспоминает жительница промышленного района, когда подъезжать к дому по разбитой дороге отказывались даже таксисты. Помню, один раз я ехала с вокзала с чемоданом, и таксист лично дает чемодан мне до подъезда, потому что просто не захотела ехать сюда. Ям периодически пытались засыпать, ремонтировать, но все это опять приходило в негодное состояние. Кроме того, вблизи многоквартирного дома находятся школа и детский сад. Жильцы сплотились и написали обращение в администрацию промышленного района через социальные сети с просьбой починить внутриквартальный проезд. Сейчас подходы к дому и социально значимым объектам стали удобными и безопасными. Обращение с просьбой благоустроить двор, починить дороги, отремонтировать детскую площадку или, к примеру, установить бордюрный камень ежедневно фиксирует муниципальный центр управления Самары. Они поступают как-то в онлайн режиме, сразу бросаются в глаза, и хочется на них отреагировать в более короткие сроки оперативно. Сейчас в планах жителей 63-го дома по улице Фадеева благоустройство детской площадки и обновление освещения. Довольно часто муниципальный центр управления Самары фиксирует обращения от жителей, связанные с состоянием внутренних коммуникаций многоквартирных строений. Порыв канализации – коммунальное бедствие, которое может случиться в каждом доме, особенно если зданию не один десяток лет. Как быть, если проблема приобретает крупные масштабы и, кажется, выхода из ситуации нет? В этом случае главное не паниковать и своевременно принять все необходимые меры. Что и сделали жители дома по улице Гродненской 1, позвонив в свою управляющую компанию. На вызов специалисты отреагировали оперативно и отправили к дому бригаду рабочих. Ведь если протечку вовремя не устранить, подвал дома может затопить, и коммунальных проблем станет больше. Тут было две проблемы. Первый – это перелом выпуска канализации в 11-м подъезде. Вызвали бригаду, которая закрытым способом поменяла выпуск канализации. И теперь в данном случае у нас не происходит никаких незасоров, и дом радуется. Подвал чистый, сухой. Вторая проблема была старый лежак канализации. Поступила заявка от жителей 11-го подъезда. Мы ее сразу же приехали, сделали осмотр, привезли материал и в тот же день поменяли. Такие адреса на особом контроле и в администрации железнодорожного района. К домам, где часто происходит коммунальная авария, особое внимание и контроль. Между администрацией железнодорожного района в данном случае, так как дом находится в их ведении, у нас прямые контакты, идет связь. Если какие-то жители не могут по каким-то причинам подать заявку в управляющую компанию, все заявки происходят в администрацию. И мы моментально реагируем на них и в этот же день все исполняем. Если просят, предоставляем даже им фотоотчет. Когда решить проблемы ЖКХ силами одной управляющей компании невозможно, на помощь приходит взаимное сотрудничество с районной администрацией и жителями городского округа Самара. Это двор, вы сами видите, есть детская площадка, дворовая территория. В свое время жители здесь активно участвовали в программе «Двор, в котором мы живем». Здесь была благоустроена площадка, также силами управляющей компании. Кроме того, что она содержится в летний период, в зимний период на этой спортивной площадке заливается каток. Каток содержится, жители зимой катаются на коньках, очень все благодарны. Наш дом участвовал в конкурсе «Конструктор двора», выиграли денежки. Нам управляющая компания поставила лавочки на те деньги, которые нам были освоены. Потом сделали нам детскую площадку, на которой мы успешно играем. При таком многообразии управляющих компаний в Самаре, а их около 900, найти ту, которая добросовестно выполняет свои прямые обязанности, безусловно, непросто. Но если она отвечает этим критериям, это уже половина успеха. Коммунальные вопросы, которые поднимались в сегодняшней передаче, мы выбрали в качестве примера. Для того, чтобы показать на практике, как успешно и своевременно они могут решаться. В копилке телеканала «Самаргиз» еще очень много тем, которые приходят от самарцев через социальные сети, в том числе и через группу ВКонтакте. Мы расскажем обо всем подробно в следующих выпусках программы и вместе с экспертами ЖКХ решим возникающие проблемы и вновь расставим правильно знаки препинания в предложении «Решить нельзя оставить». Смотрите эксклюзивный проект на телеканале «Самаргиз». И помните, совет моего дома решит проблемы вашего. С вами была Мэри Елчан. До встречи.